Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадурин, я автор более 70 книг по развитию и обучению детей. Сегодня я вам расскажу те фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить ребенку, даже в моменты ссор и наказания. И чтобы ваш процесс воспитания не испортился из-за какой-то случайно брошенной фразы, обязательно смотрите это видео до конца. Первое. Фразы типа «весь в отца», «весь в мать». Такими фразами вы делаете следующее. Во-первых, обесцениваете своего супруга или супругу и фактически обесцениваете себя. То есть вы же женились или вышли замуж за этого человека, сделали в свое время этот выбор, а сейчас вы всячески его обесцениваете. Более того, вы обесцениваете своего ребенка, сравнивая его с какими-то негативными чертами своего партнера. То есть фактически вы этой одной фразой оскорбляете огромное количество человек и никаких бонусов эта фраза не несет. Второе. Сейчас отберу телефон, игрушку, либо еще что-то. То есть когда родитель говорит, что из-за плохого поведения, из-за того, что ребенок плохо учится, у него заберут ту вещь, которую подарили. Но нужно понимать, что когда вы что-то подарили, это уже не ваша вещь, это не вещь у человека в пользовании, а это его собственность. И собственность у человека забирать нельзя. Поэтому, когда вы сделали подарок, подарили что-то ребенку, нужно понимать, что это его частная собственность и таких фраз не кидать. Третье. Фразы типа «я живу только ради тебя», «все для тебя делаю», «жизнь твою ради тебя отдала». Ну, во-первых, фраза это бессмысленно, да. Почему? Потому что ваш ребенок рожать его вас не просил. То есть когда родители заводят ребенка, это его осознанное решение. И он понимает, что появляется ребенок, которого я хочу, и в дальнейшем обязанность родителя, даже в гражданском кодексе это прописано, да, что обязанность родителя растить и обеспечивать своего ребенка до определенного возраста. Четвертое. Фразы типа «ты что, дурак?» или «ты тупой?» или любые оскорбления, ну а фактически это оскорбления, да, когда мы человека называем каким-то не очень лицеприятным словом. Вообще есть правила качественных, хороших взаимодействий, эффективных взаимодействий, когда мы критикуем не человека, а его поступок. То есть человек нормальный, мы к нему хорошо относимся, да, или к ребенку в данном случае, но говорим, что вот твой поступок, он не совсем хороший. И тогда мы разделяем человека и поступок. Ну а если вы просто оскорбляете человека, то, соответственно, ему деваться некуда. Ну а если вы просто обзываете ребенка, просто даете ему характеристику, то он не может никак исправиться, чтобы стать не тупым, не глупым, не дураком. Поэтому критикуйте только действия, а не человека. Есть правила общения, которые учат любого человека общаться эффективно для того, чтобы всегда достигать целей общения, чтобы с этим человеком было очень комфортно. И очень важно научить ребенку качественно и хорошо общаться. Про то, как это сделать, и про то, какие бонусы, какую пользу в жизни это дает, расскажу на своем бесплатном вебинаре, как научить ребенка эффективно общаться. Если вам эта тема интересна, то ссылка на регистрацию в описании. Вебинар абсолютно бесплатный. Пятое. Такие фразы типа, а я же говорила, что у тебя не получится, а я вот это знала и так далее. Такими фразами вы попросту убьете у ребенка желание что-то делать, как-то рисковать, пробовать свои силы. Любой человек и так очень сильно в себе сомневается, очень в себе не уверен и сложно что-то начинать, какую-то новую деятельность, выступать и так далее. Когда значимый для ребенка взрослый, то бишь родитель, еще и после каких-то неудачных попыток критикует, накидает такие фразы, то у ребенка попросту отбивается желание как-то развиваться, что-то делать. Шестое. Фразы типа, тут твоего ничего нет, ты это еще не заработал, это еще не заслужил. Это абсолютно бессмысленные и очень вредные фразы, которые попросту портят отношения вас и ребенка. Ну, просто подумайте, как ребенок может что-то заработать, если он маленький и попросту не может работать. Ну и представьте, что вам в 7 лет, 8 лет ваши родители говорили бы то же самое, что ничего твоего нет, ты не заработал. То есть, еще раз, обязанность любого родителя обеспечивать своего ребенка. Это прописано в гражданском кодексе, поэтому не портите отношения с своим ребенком этими бессмысленными фразами. Ну и последнее, седьмое, это фразы типа, это не твое дело, вот подрастешь, поймешь, станешь взрослым, поймешь меня. Это также очень неправильные фразы, очень неэффективные, которые лишь ухудшают ваши отношения с ребенком. Почему? Потому что вы фактически сейчас оскорбляете ребенка, да, говорите, что ты маленький, ты глупый, ты не понимаешь. Лучше попробовать любую ситуацию и любое свое решение объяснить ребенку. Либо, если не хотите объяснять, просто ставите ребенка перед фактом, потому что я родитель, я так решил. Но добавлять вот эту фразу, что подрастешь, поймешь, да, либо ты маленький и глупый, не нужно. Ну, никакого смысла и никакой пользы она не несет. Вспомните себя в детстве, ребенок это такой же человек, такая же личность, как и вы. И не забывайте про это. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Шамиль Ахмадурин, встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok